Ай, Кремонит. Представьте себе картину. Инженеру поручили важное задание – поиск аномалий на планетах. Он берет с собой две турели, скитается, и ввиду кривых рук, плохого снаряжения и лжи в резюме по найму, инженер умирает. Нет, это точно не из-за того, что я просто не умею за него езжать. И вот, опечаленные смертью хозяина, турели решают продолжить его дело. Однако, первая турель сразу же умирает, ибо не может двигаться. В ярости, младший турель решает отомстить всем обидчикам, заботируя двух близких, и выходит на тропу войны. Сможет ли примитивный робот пройти игру? Сейчас будем разбираться. Для начала нам стоит установить рамки челленджа, чтобы нельзя было сократить работу. Нет, мы не будем прятаться из-за инженера, пока наши турели делают всю работу. Мы буквально будем играть за турель. Если вам интересно, как это сделать, оставьте лайк на моем комментарии под этим видео, тогда я узнаю, делать ли я отдельное видео или нет. Забеги проходят без артефактов. Друзей из лобби нужно выбрать. Играть мы будем на самой легкой сложности. Сложность игры не меняет способа прохождения, как и артефакты. Да и я сам сначала играл на средней сложности, пока не понял, что далеко мне не выйти. А нашей главной целью, собственно, является прохождение игры. Изначально я хотел пройти игру взамен Дерона, но так как у него не было ни единого способа атаки, Дерон отправился в мусорку. И да, хочу подметить, у меня на игру установлены моды, которые не влияют на геймплей. Сохранение, мгновенная смерть и консоль. Ничего из этого я в итоге не использовал, но так как у меня нет доказательств, вам придется поверить мне на слово. Рамки расставлены, можно приступать к самой игре. Пожалуй, первая проблема этого рана, доступна только одна атака, и она ужасна. Это лазер, который действует на небольшом расстоянии и немного замедляет врагов. Конечно, скорость, с которой он бьет по врагу приятно, но урон, мягко говоря, ест пятую точку. Даже для того, чтобы уничтожить обыкновенного биспа, потребуется время, а с элитными врагами это превращается в катастрофу. У меня есть два совета к тем, кто решит повторить мои попытки. Первый это неповторяемые попытки. А второй это уничтожай врагов сразу после их появления, а если накопилась армия, беги. Полезным предметом в таком случае является Will of the Vis, который создает взрыв при убийстве врага. Но даже с ним у нас возникает другая проблема, сам лазер. Мало короткой дистанции, так еще и прицел не совпадает с местом, куда лазер бьет. Ну, спустя шесть ранов я научился пользоваться этой штукой и не особо от этого страдал. На первом этапе главное не создавать толпы, как я уже говорил, с ними сложно справиться. Медленно, наверное, убиваем монстров, получаем деньги и тратим их на снаряжение. Также я открывал кейс с экипировкой, но к моему сожалению, при нажатии кнопки активации ничего не происходило. Тогда я подумал, что все-таки есть одна полезная ульта. Теремянная дриада, которая летает за игроком и лечит его. А кнопка активации для нее лишь меняет цель. В добавок я искал лунар-магазины, чтобы купить там всего один предмет, который заменяет навык передвижения. Так я продвигался по стейджу, собирая все сундуки и турели, пока не решил пойти на босса. Титан на самом деле оказался легче, чем я представлял. Я постоянно прыгал, чтобы не попасть под атаки обычных врагов, да и сам титан не мог наносить мне много урона, благодаря моим мелким размерам. После победы я решил убить каждого врага, чтобы собрать больше опыта и, следовательно, стать сильнее. Уничтожив последнего лемурианца, я вошел в магазин, но, увы, нужного предмета там не оказалось. Пустотные поля к креду я решил не идти, ибо это равносильно самоубийству. Так что я сразу же перешел на следующий уровень. Мне повезло, что на нем спаунятся только виспы, а это значит, что не нужно париться насчет наземных врагов. Медленно продвигаясь по уровню, я нашел еще один портал в магазин и активировал. Иногда из сундуков подали полезные предметы, как гилютина. А иногда случалось такое. Запасной магазин. Да, спасибо, теперь я смогу пользоваться больше своей несуществующей способности. Каким-то магическим образом мне все-таки выпало зряда. Я уже обрадовался, но оказалось, что лечить она меня не собирается. Пришлось смириться и жить дальше. Уроны и турели, подобранные мной на первом уровне, очень помогают с врагами. Можно сказать, это двойной урон в начале игры. Без каких-либо проблем я добрался до босса. Им оказался Груфтендер. Он не очень сложный, учитывая мой хитбокс. Разобравшись с ним и виспами, я опять зашел в магазин и все-таки нашел, что мне нужно было. Столько лунаров я потратил зря. Вдобавок купил боссы, не задумываясь, что их я использовать не смогу. С такой печальной потерей я перешел в зажженные акры. Большую часть времени я просто скитался по стейджу и открывал сундуки, пока не перешел на самую высокую платформу и нашел принтер крит очков. Решив, что это отличный источник урона и лечения, я переработал 9 своих предметов и прошел чуть дальше, пока не увидел еще и принтернышек. Удача была на моей стороне, и в итоге я слил еще 9 предметов на них. Боссом оказался огромный чертила, и с крит очками я убил его очень быстро. Именно тогда я понял всю силу банки свиста. На следующем стейдже ничего интересного не происходило. Я ходил, спокойно убивал врагов, подбирал вещи и чинил дронов. Ничего необычного. Разве что я еще накопил деньги на легендарный сундук и получил оттуда прыжковый механизм, который оказался даже полезнее, чем я думал. Он умеет хорошо расправляться с толпами. Также я активировал испытания горы, потому что посчитал себя достаточно сильным для этого. Боссами были два магма-червя, которых я ненавижу, но особых проблем не возникло. Чистой душой и двумя хроноштучками в инвентаре я телепортировался в Неболук и понял, что если слишком сильно задержусь, то мне хана. Но все же я подбирал сундуки по пути и в один момент вообще решил пострелять по камням ради достижения. Но так как у меня АИМ картошки, я бросил это за день. Ненадолго. Зато нашел портал и передо мной стал вывод. Продолжить ран, чтобы набрать большое количество вещей или сразу идти на финального босса. Я выбрал второе, потому что чувствовал, что долго не выживу. Даже на бойсе враги очень сильно кусали, что хп дохотело за половину. Это знак того, что если врагу повезет, то он может мгновенно тебя убить. Два червя я еле добил и пошел встречаться с Митриксом. Я быстро продвигался по кораблю, игнорируя врагов. На всякий случай я проверил оба острова с предметами, но ничего интересного на них не было. Вот он, конец путешествия. Турель вспоминал о всех своих павших камрадах-дронах. Мрата-инвалиды Турель с инженером. И окончательно решилась на победу. Один прыжок, и судьба Туреля будет решена. Это софтлок. Если кто не понял, при подходе к этой арене, Митрикс должен был появиться. А пока ты внутри арены, ты не можешь выбраться, пока не убьешь Митрикса. Который не появляется. Этот ран был бесполезен. С Митрикса нельзя победить, то есть пройти игру. Что значит, челлендж завален. Но погодите. Есть же еще две концовки. Жертва с обоиной близки или полная темнота. Самое веселое в этой ситуации то, что в забеге с Митриксом я купил бусы, но так их и не использовал. В итоге нам придется охотиться за бусами, если мы все же хотим не простую жертву, а нормальную концовку. Единственное, что меня не устраивало, то, что мне придется начать забег заново. И не факт, что я не умру посередине него. Но выбора у меня не было, так что я продолжал свои страдания. Первым предметом я получил браслет Рунальбы. При высоком домам... А, это не для нас. Опять же выбил запасной магазин, который увеличил мой урон в 10 тысяч раз. Нет. Каменный титан мне дался легко, кровотечение, кстати, очень помогает турели. Обычная тактика прыгая пока не умрет, мне тоже пошла на пользу. В конце зарядки я сходил за хилищим дроном, ибо чем больше, тем больше. К моменту перехода на стейдж 2 я преисполнился зеном и научился избавляться от врагов, как... КИБОРГ УБИЙЦА! О, а вот и еще один полезный предмет, шкатулка успешного рана. На этом же уровне меня встретила первая удача забега, ракетница, сильно увеличивающая мой урон. Позже я обнаружил переработчик и гитнул туда оба браслета с остальным мусором. На этом стейдже мне не повезло с алтером в магазине. Единственный, до которого я мог добраться, не появился. Но я все же потратил добрые пару минут, и сейчас способ забраться наверх. Увы, безрезультатно. С глиняным горшком я расправился на удивление быстро, и получил за это... Еще один браслет, класс! В бакрах мне повезло найти принтер шприцов, но сделал я себе только два, ибо я зазож и боялся потерять эффектровое течение. Также слил 3 зеленых мусора на маске с эффектом шприца. Искренне надеюсь, что у меня будет 9 пар очков... Классик, короче. На далеком мусоре без горой я нашел фифе-бой айтем этого рана, висп-бутылки, а также ньют-алтери. Оставалось только надеяться на вбусы в магазине. Из телепортера рядом вылез горшок, с которым я справился даже быстрее, чем с прошлым. Я решил, что мне нужна даже крупица опыта, так что я добил всех и использовал Шрайн оф Блад. Но в магазине продавалось лишь разочарование, так что я свалил оттуда, прихватив ледяную реликвию. Так что там следующее? Ад или сирены? Что, псо? Это что такое? Итак, поход по уровням длился больше обычного, так как я видел эту локацию впервые. Я забрался на высокое... Дерево? Крип? Короче, на высокую дичь. К счастью, нашел еще один проход в пятерочку. Тут же я и узнал, что не могу купить поджигательных дронов по какой-то непонятной причине. Впрочем, ничего интересного тут не происходило, а о том, что тут есть легендарный сундук, я узнал только позже, читая Вики. Еще один магазин и еще одна надежда. В этот раз мои лунары были оправданы, я получил дешевое украшение из почечных камней. Следующая остановка – Sky Middle. Уважаемые пассажиры, если вы заметили подозрительные предметы в салоне телепортера, сообщите об этом водителю. Не совершайте никакие действия с найденными предметами, ими может оказаться мульти. Я снова попытался уничтожить камешки для очистки, увы, безрезультатно. Зато рядом стоящий сундук меня очень, кстати, подмодрил. Еще одна ракетница. Дальше мне выпал еще один красный предмет, и я встал на много... Да вы издеваетесь. Неподалеку от древнего телепортера я нашел отличное место для уничтожения камней и все-таки получил достижение. Решив больше не задерживаться ни секунды, я осторожно сменил направление телепортера, чтобы не попасть в сапфлок опять, и активировал его. Первями больших проблем не было, но почему-то шкалил адреналин. Наверное, в службеке прошлых ранах. Вот начался настоящий ад, Целестин и Малахит Монсер. С Целестинами я не встречался на этом стейдже, но Малахиты мне говорили... Много раз. Я решил бежать от них пока могу, ибо они были очень жирные. Ролевами жуков я расправился быстрее лишь благодаря бутылке с вислом и врагам, которые так мило расположились рядом с ними. Завершив увен, я все-таки решил потратить деньги на сундуки, которые не открыл. Но из полезного там были лишь ракетница МК-1 и Эмержен Сидрон. Опять меня встретил пустынный уровень, но в этот раз рядом был принтер Мишек. Я человек простой, вижу принтер Мишек, делаю себе 20 штук. Репортер так красиво расположился рядом, что я не мог удержаться от его активации. Опять два горшка, никакого разнообразия. Хотя я соврал, разнообразие было. Эти два парня подарили мне инфаркт, но я все же справился. Чего нельзя сказать о моих дронах. Добрую часть госдолга США я потратил на восстановление этих кусков металла. Побегал по стейжу в поиске вкусняшек, нашел переработчик и осознал, что можно было и не рисковать предметами ради Мишек. В новых Акрах я чуть не уничтожил свой ран, будучи готов нажать на F, подходя к алтарю очищения. Еще одно счастье свалилось мне на голову, 3D принтер в 3 очков. Я быстро наделал 9 штук и пошел в телефон. Угадайте, кто меня там ждал? Старые добрые горшки с гав... малой. Вы их засос, ничего не оставил от дронов. Как обычно, я пробежался по уровню, а из приятного нашел лишь Headhunter, но он мне уже был бесполезен. Я переступил порог небесного портала. Сразу хочу сказать, что передвигаться в этом мире с Турелью сложно. Вот он, конец путешествия. Турель вспоминал, да ну нафиг, не буду я читать эту дичь опять. Просто проверим, возможно ли нажать на обелиск. Да, кстати, возможно, так что одна из концовок облитерейшн нам гарантирована. Но что вот насчет поехавших мусорщиков? Я даже не был уверен, что меня принесет к ним на уровень. Но перенесло. Сейчас моя судьба, пожалуй, решалась тем, кто из них заспавнится. Для тех, кто не знает, есть 4 разновидности этого бокса, с разными предметами. Если кратко, всякая дребедень и одна лунарный предмет. Трое из этих приколистов могут запросто уничтожить мой ран. Тип-тип с огромным лечением и взрывом, если он опустится до 25% хп. Реально жирным уроном. Тип-тип с щитами и Вьетнам за спиной. Но есть и один почти безвредный, который строится на дебафах и шансах активации предмета. Только у него есть клевер. Имя приколиста Гура-Гура удачливый, и именно удача позволила ему появиться вместо трех вышеупомянутых. Учитывая то, что он выпускает самые новодярки, тут помогает только сербский Беннихоп. Вот и конец этой сказки. На этом месте Турелли закончилась, и она обрела покой. Можно ли пройти риску фрейм 2 за Турелли? Отлично. Митрикса победить нельзя из-за бага, но две остальные концовки доступны. Zoom Go Delight. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok